День бракосочетания – один из самых счастливых моментов жизни каждого человека. И на пике чувств далеко не все влюбленные думают о каких-то формальностях. Вместе с тем, заключая брачный договор, супруги получают гарантию, что если в дальнейшем отношения разладятся, наличие официально заверенной договоренности убережет от многих неприятностей. Однако, обращаясь к нотариусу, далеко не все представляют разницу между брачным договором и соглашением о разделе имущества. Брачный договор могут заключать лица, вступающие в брак, а также супруги. Соглашение о разделе имущества, являющейся общей совместной собственностью супругов, могут заключать как супруги, так и бывшие супруги. Предметом брачного договора может быть не только имеющееся имущество, которое приобретено супругами в период брака до заключения брачного договора, но и имущество, права на которые возникнут в будущем. Предметом соглашения о разделе имущества является только имеющееся имущество. Брачный договор по своей природе предоставляет более широкие возможности урегулирования личных неимущественных или имущественных прав и обязанностей, как в период брака, так и после его расторжения. Например, с кем из родителей будут проживать дети, порядок общения с детьми, участие в воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок выезда из Республики Беларусь детей, то есть права и обязанности супруга по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака. В соглашении о разделе имущества, являющейся общей совместной собственностью супругов, могут быть отражены только вопросы имущественного характера. Кроме того, соглашение о разделе имущества бывшие супруги могут заключить в любое время, независимо от того, сколько времени прошло после расторжения брака. Как брачный договор, так и соглашение о разделе имущества можно расторгнуть, однако для этого потребуется взаимное согласие обеих сторон.